Приветствую вас. Первое, что я хотел бы вам сказать, это то, что по симптомам, которые вы описываете, я думаю, что было бы не лишним вам обратиться к психотерапевту или к психиатру по месту вашего учительства, чтобы он либо диагностировал, либо исключил у вас наличие определенных психических заболеваний, потому что некоторые ваши симптомы, которые вы описываете, они очень сильно напоминают клиническую картину некоторых заболеваний психики. И в этом случае, если такая ситуация действительно есть, то вам назначатся лечение, в том числе и психологическое лечение, но только уже вместе с этим будут назначены еще и определенные препараты, которые помогут вам адекватно воспринимать терапию. Вы говорите, что у меня плохое настроение, апатия, в общем, все время и так далее. Сразу хотел бы вас спросить, вот вы говорите про апатию и про плафоностроение, с какого момента это у вас началось? Как давно вы это чувствуете? Как давно вы это чувствуете подобное? Я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы сейчас и для себя постарались бы ответить на этот вопрос. Вы говорите, множество предательств и обманы я узнал за последнее время. Понимаю, вам тяжело. Но и обман, и предательство можно разобрать при желании. Если у вас есть желание, то и обман, и предательство можно разобрать. Это вполне реально. Это вполне реальным делом. Главное, чтобы вы этого хотели. В любом случае, если вы уйдете из жизни, то вы посыдите дело. Вот по сути дела, вы как будто, знаете, покажете вот тем людям, которые нас обманывали, вы им как бы показываете, что они своего добили. Но я уверен, что вы не хотите, чтобы эти люди получили то, что они желают. То есть я уверен, что вы не хотите показывать им, что вы сломлены. Я уверен, что вы хотели бы наоборот показать этим людям, что вы, ну, вы крепки, если они, несмотря ни на что, вы все равно будете шить, будете действовать, будете там за что-то бороться и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь можно сказать однозначно, что если вы принимаете решение покоясь с собой, то вы как бы задаетесь перед теми людьми, которые вас обманывают. Далее, не стоит забывать, что те люди, которые обманывают вас, они не достойны того, чтобы вообще вы о них перенимали. Это не ваши люди. Другое дело, почему вы в них нуждаетесь, а то у них вопрос другой. Вот вопрос нуждаемости, и именно нуждаемости вопрос, с вами вполне можно проработать. Откуда взялся этот вопрос нуждаемости? Почему вы так нуждаетесь, скажем, в людях, которые вот вас предали, и так далее. С чем это связано? То есть здесь вот нужно разбираться с этим моментом. Далее, вы говорите, что у вас на главах подходит с собой ваша подруга. Травма эта довольно серьезная, очень серьезная эта травма. И безусловно, что вы до сих пор переживаете последствия этой самой травмы. Здесь, здесь тоже нужно с вами поработать, чтобы вы, условно говоря, избавились от травмирующих вас ситуаций. Ну а вам я, в свою очередь, хотел бы порекомендовать, искать новый смысл в своей жизни, новые смыслы в своей жизни. Потому что они вам, ну, необходимы. То есть необходимо, чтобы вы решили не ради других людей, а ради себя. Ради себя самую. И все проблемы, которые у вас есть, все эти проблемы, в принципе, их можно разрешить. Было бы, опять же, желание в ваших странах. Поэтому я думаю, что если вы обратитесь к психологу и все подробное изберете, именно с психологом, то ваши проблемы пойдут в пять, и вам будет уже куда легче с ними жить, с ними существовать. Но это, опять же, зависит целиком и полностью от вас. Потому что, ну, понятно, что мы за вас не сможем решить, решить ваши проблемы. Далее, как найти в себе силы жить дальше, спрашиваете вы, и здесь я вам скажу так. Чтобы найти силы жить дальше, нужно грамотно оставить приоритет. Что важно для вас, действительно важно, что нет. Что ценно для вас, что нет. Какие вещи, какие моменты вам цены. Что нужно, опять же, лично вам. Вот вы говорили о том, что у вас есть определенные потребности. То есть вы, как вот, вы сказали, что у вас есть опыт обмана, опыт того, что вас обманывают. И далее, и вы тяжело это все переживали. Вот, ну, так получается, что вы находитесь в той ситуации, когда вас можно обмануть. А это значит, что нужно выстраивать такую модель, грубо говоря, отношений, при которой, при которой у людей не будет возможности вас обманывать. Ну вот, просто не будет такой возможности у людей совсем. Или вы не будете на это реагировать как-то вот так, как вы реагируете на это, скажем, сейчас. Это вот тоже очень важный момент. Ну и работать над самооценкой, над повышением уровня любви к себе и над более ценностным отношением именно к себе. Это вот точно довольно важный еще момент. И здесь, я полагаю, в игру вступают ваши детско-родительские отношения, которые, ну вот, в силу ряда причин, видимо, не позволяют вам найти поддержку среди них. Ну, среди, ну, среди вот, как раз, ваших родных. Это безусловно плохо, но объясняет то, например, почему вы испытываете подобные мысли, почему у вас подобные мысли в голову приходят. То есть, очевидно, что ваши родители не смогли, не пожелали, не захотели, а как-то вот донести до вас тот факт, что вы ценны, сами по себе, что вас можно любить просто так, само по себе, что вы важны сами по себе, что вы дороги самой себе и так далее. То есть, эти вот моменты, они важны, принципиально важны. И вопрос заключается в том, где взять источник для того, чтобы вот вы, наконец-то, начали мыслить правильными понятиями, правильными структурами, правильными представлениями. А пока, на данный момент, можно говорить, к сожалению, только о том, что эти понятия у вас искажены. И отсюда ваши проблемы как раз и возникают. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok